Так-так-так... Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Виктор, точнее говоря, Витя. Да, в этой игре я Витя, это канал Витяк Плей. И мы играем в Мафию 2. А как видите, мы тут немножко переоделись. Ранее всё так же сидит, хнычит у меня на ступеньках. И даже машина есть у меня тут. Так что поехали на этой супер-пупер-мега-тачке. Она даже ещё не дымится, так что у нас все шансы доехать до точки назначения есть. Нам нужно найти засранца года этого мужа и оторвать ему левое яйцо. Я подумал, что именно левое, потому что за него отвечает правое полушарие мозга. Мне показалось это интересным вариантом. Так, что там, девчонки едут? Нет, это не девчонки. Там мужчинка с девчонкой. Так-так-так-так, менты ничего не видели. Это он меня ударил. Фига себе, он тут сальто укатал. Ну, сейчас что-то должно быть очень крутое. Такое ощущение, что с каждой серии машины всё круче и круче в городе становятся. Мне кажется, или так оно и есть? О, ты смотри, я уже приехал. Блин, машина как чемодан, конечно. Бам-бам-бам-бам. Делает своим багажником. Куда нам? Отсюда? Нет. А вот. Так, а как нам узнать, куда ехать-то? И, в смысле, куда идти? Телефон звонит. Фил какой-то там. Наверное, дверь будет подсвечена, так что давайте. Опа-на. Дамочка. Ох ты, ёлки-палки. В 40-ка там кто-то тут спит. О, явно сюда. Ну, здесь прям наркопритоны, ребят, я вам скажу. Как ещё это назвать-то можно? О, господи, боже мой. Ох, мерзость. Ты чё ж... Ох. Блин, ну зачем второй раз-то? Это... Это специально, видать, для тех, кто зашёл второй раз посмотреть. Вот он... А-а-а-а. Так, кому тут морду начистить, а? Где Эрик? Да к черту Эрике. Маш, приятель. Понятно. А вот и Эрик, да? Эрик. Он ее прямо на кухне, прикиньте. Чпукает. Эрик, ты совсем охранил или как? Я занят, не видишь? Проваливай. Ты вообще молодец, а? Занят ты должен быть со своей женой. Ох, ты ж ни хрена себе, вот эта плюха. Я тебе покажу, как бить, Жень. Опа, давай, давай, сейчас мы его устроим. Тихо, тихо. На плюху еще. На, на. Еще плюху на. На. Ну, 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 ну. Вы слышите, как я мышкой кляхаю? Ну, че? Слушай внимательно. Ещё раз тронешь, мою сестру, и не порежу. Понял? С сегодняшнего дня. Вот так. Будешь сидеть дома, забудешь про дуль, забудешь про выкидку, и будешь делать её счастливой. И если я вдруг, вдруг узнаю, что она несчастлива, я тебя найду и закончу работу. Тебе ясно? Тебе ясно? Вот так вот. Так, ребятки, театр окончен. А с этим типчиком никто больше тусить не будет никогда. Или я вернусь и с вами сделаю то же самое. Всем ясно? Хорошо, что я взял очки. Сразу понятно, что я серьёзен, как никогда. Если бы я был без очков, мне бы не поверили. Ну вот так вот, ребят, быстренько мы их всех уговорили, засранцев этих. Отлатых. Так, где выход? Ууу, дождь-то какой классный. Прикольно прям, смотрите, реально как на дождь похоже. Я бы поверил, что это дождь. Слушай, мужик, я тебе даже бампером не коснулся. Ты чё там, ахаешь? Слушай, а в дождь как? По-моему, сцепление снизилось. Её реально меня несёт сильно. Блин, прикольно, ребята! Что-то весело вообще получается. Ну, заняв, на него, на него, на него, на него, на него, на него, на него. Направо, на него, на него. Тих-тих-тих-тих. Нормально я так в кусты заехал. Вместе со столбом. Опять телефон звонит. Ты чё, прикалываетесь? Где? Видите, сейчас наверняка будет какой-нибудь. Или Джо. Вита, это Франческо. Эрик пришёл домой весь избитый. Ты же обещал, что ничего такого. Ох, эти женщины. Сама знаешь, он связался с дурной компанией. Он попросил у меня прощения, Вита. Пообещал, что будет хорошо себя вести. Всё в порядке. Ты же его больше не тронешь, правда? Как скажешь. Но если он тебя хоть раз ударит, он труп. Ты что говоришь, Вита? Я, я, я тебя не узнаю. Вообще, держись от нас подальше. Ты меня понял? Просто, просто держись подальше. М-да. Пошли поспим, а? Ну нахрен всё это дело. Пойду лягу спать. Неудачный какой-то был. Опа-па-па-па. Это ко мне, друзья. Почегай! Живи! Давай! Гори! Макаронник! Гори! Ни хрена себе. Мать! Ни хрена себе. Так, в ванну идти это сейчас не... Ух ты! И чё, как, что? А в окно можно выбраться? О, выпрыгнуть в окно, отлично. Ну всё. О, тихо, бассейн! Ни хрена себе, я даже не успел убежать. Хе-хе-хе. Что это за хрена такие, а? Ёлки-палки, ребят, что за хрень? Ха-ха-ха. Я хочу уже всех побить. Давай, выпрыгивай вон того мужика пердолим и валим их тут всех вокруг. На, на! Хац! Головой об стеночку. Опа! А ты как думал? Думал, тебе всё можно? Ща-с! Да что, что будешь делать, а? Так, пулемётчик готов. Ну-ка, вылези оттуда. Ах ты ж, гад! Ни хрена себе, они валят меня. Ну-ка, последний давай, высунься. Полиция теперь ещё будет меня на поражение стрелять. Да ты ж, чё ж творят-то, гады? Тебя обследуют, отлюбят! Описание, рост фото в шеи, среднее сложение. Ясно? Жесть. Можно как-то переодеться? Блин, менты едут. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А теперь в гараж. Срочно в гараж. А чё, у меня даже ключей от гаража, видимо, нету, да? И как мне теперь быть? Где машину взять у соседей можно? Ага, хрен. Блин, менты. Так, давайте, проезжайте. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, уехали. Ух. А у меня чё, отмычки с собой остались? Вот это я молодец, да? Главное, отмычки всегда с собой. Даже в кровать. Ношу с собой отмычку. Ух, так, ну так легче станет сразу. Машину-то они не знают. Жесть вообще, ребята, что это было, я так и не понял. Какая-то братва приехала. Чуть меня не шибануло. Подбитый на голову вообще, парни. Описание. Рост 6 футов, темные волосы, кулаща. Ёлка, палки. Меня теперь еще и машину узнали мою. Нас разыскивает полиция. О, да. Блин, а как машину-то сменить на мосту? Можно, в принципе, задаться вопросом, догнать кого-то и... Чики-пуки устроить ему. Ну, высадить, так скажем, посреди дороги. Ну-ка, давай-ка. Тормозим. Тормозим, я сказал. Я сказал, тормозим. Да, господи, боже мой, как тебя затормозить-то? Да, ёлки-палки, еще и объезжает меня. Стоять. Стоять, я сказал. Вылазь нахрен. Давай. Я тебе ГТА сейчас устрою. Садись, поехали. Нам нужна другая машина. Ну, это в розыске. Та-ра-та-ра-ра-ра-та-та. Захлопни дверь. Ну, нормально, в этот раз веселее яся сразу. Ха, блин, ну, шесть. Ты чего? Вообще, что ты в зеркала не смотришь? Ёлки-палки, ты еще мужика задави. Вот чудеса. Какое ощущение, что какие-то алканавты, боже мой. Какие-то вокруг одни алканавты. Чего только не делают, а? Что-то я какого-то главного мафиоза, видать, задавил. Чего на меня все накинулись, Танецка? Опа, аж кепочка слетела. Нормально, да? Едем, 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 едем. Заваливаем отсюда быстренько. Куда я еду? Сюда все, еду, 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 еду. Видимо, Кэдди еду. А не, я к Джо еду. Ну, я, конечно, вообще чуманав. О, сейчас меня сейчас задавят. Офигеть, что творят, а, изверги? Сначала надо сбросить хвост. Твою налево. Вот это сейчас я тут останусь, я чувствую. Мне придется заново опять всю игру проходить. Ааа, ребята. Это нельзя так. Опа. Не ожидали, да? Так, и че? Блин, музон прикольный. Мне нужна машина какая-то другая. Если я на этой сейчас подъеду, они меня все чпокнут, наверное. Нет, не заметили. Ха-ха-ха, ребята, жесть, вообще огонь. Вот это просто операция захват яиц, называется. Ох. Ну, давай, Джо, принимай меня. Слушай, че-то я высоко уже полез-то. Он где-то здесь живет. Хыц-хыц-хыц-хыц-хыц-хыц. Ох, прибыли. Джо, ну, только не говори мне, что ты не дома. А он, наверное, опять, ну, с рыжухой. Только не валялся пьяный. Давай. Вскрой дверь, а то сейчас менты за мной придут. Ты, конечно, иду, хуже, иду. Ты что, жарил мясо в одних трусах? Да. Можно войти? Хрена себе. Да, конечно. Дай я тебе налью. Прикиньте, неухатка-то изменилась, как сильно, а? Прямо человечился. Какого хрена? Мило, да? Это еще что такое? Я тут обстановку поменял. Что скажешь? Да уж, тут все... Другое. Да уж, точно, сам обставил. Да уж, заметно. Так что случилось? Вот, держи. Эти чертовы психи ирландцы. Что такое? Что они сделали? Убить меня пытались, мать их. Что? Испалили мой дом к чертям. Вот это да. И что дальше? Хочешь разобраться с рыжими прямо сейчас? А то. Ну да. Ладно, расслабься, выпей, а я пока кое-кому позвоню. И в шкаф ко мне загляни, если не хочешь воевать в одних трусах. Спасибо. Думал, ты не предложишь. Обязательно оденьтесь. Действительно, обязательно. Ну-ка, давайте посмотрим. Ох, кровать неплоха. Слушайте, ну это вот как было, так и лежит на этом месте, а? Это, видать, какой-то талисман. Так, что на кухоньке? Ох, и кухня розовая. И кухня розовая. Так, бутеры давай-ка поедим. Нюм-нюм. Ох, у меня фулл-хп теперь, ребята, наконец-то. Вот этот дом точно надо спалить. Так, давай-ка оденемся. Куда мы едем? В Кингстон. Там ирландский кабач. О, какая классная рубашенька, а? Поехали. Уседневный костюмчик. Так. Я хочу... О! Отлично. Мне больше всего понравилось вот это вот сочетание, прям ему идет. Куда едем? Давай, захлопывай свою конуру. Блин, ну прикольно на ремонте их сделал, да? Мне понравилось, забавненько. Так, отправляемся куда-то ниже, в смысле, куда-то в машину, видимо, в его. Сейчас там ментов опять вагон целый. Но я-то уже другой. Садись в машину. Э-э-э, ты что? Нет, только не в эту. Эту все знают. Блин, что же он за джапорожца-то все время в него? Какие-то елки-палки, а? Садись, поехали. Отвезу тебя. Ладно. Так ты за ирландцами не следил, нет? Не-а, а что такое? У ирландцев новый босс. Звать его Микки Десмонд. На его место есть еще пара претендентов, так что он всем хочет показать, какой он крутой. А ко мне это какое имеет отношение? Он двоюродный брат, Онила. О-о-о. А, теперь понятно. Понятно. Что, хошь, спорим, торчит сейчас в своей дыре и ржет над нами с остальными ублюдками. Поехали, разберемся с ним. Я продолжил покушек осталось немного, так что помог можно здесь с налетом. Заставь их врасплох и все дела. Мне нравится, Класс. Господи, ну почему я опять чудить начинаю? Остынь, мы уже на подъезде. Сейчас он начнет кричать, что ты сделал с моей машиной. Я каждый раз свою машину разбиваю в хламину. И каждый раз она новенькая. Я не знаю, как так получается эта мистика. У нас тут что, автобанная ляск? Эх, чуть-чуть не вписался. Вот тюра-тика-тика-тика. Нормально. Что, я так и задумывал. Ага, выхлопная труба уже по асфальту тянется такая. Забавная. Так. Копы. Пробеги-бикали мне. Мяу. Где-нибудь попрыгать можно? Так. Ты все машины в городе хочешь побить? Да. Я умею водить. А я умею водить, не лезь. Ха-ха-ха-ха-ха. Жесть. Так, мы где-то рядом уже. Мы уже где-то... Ты что, красный свет не видел? Да при чем тут красный свет? Готов, Вита? Пошли уложим этих кретинок. Давай, пошли. Вот он. Прикрой меня, Вита. Одного уже уложили. Нормально. Что-то за горохой началось еще до того, как я вошел внутрь. Какая-то загрузка, загрузка снова. Я же говорил, я за ним гнался, но упустил. Убежал трус поганый. Но я его отыщу и тогда... Это ты сбежал, четырехлистник. А-а-а, черт. Ты... Ну и ты нахал. Это да. Я вернусь! Э-э-э... И это все, чем меня порадует? Хе-хе, что-то попал. Что в армии так научили? Бармену не стрелять? Я лучше всех. Давай, покажись. Прикольно, у них пушечки такие. Так, здесь никого. Что, нигде никого нету? Так, ребят, это я точно вырежу. Ну, что ты здесь встал, а? Я уже всех поубивал. Что нам надо? Просто шить кассу. Украсть пиво. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сменить волну. Музыкальный автомат. Все? Нормально? О, у меня там в машине еще есть. Держи их, они смывают. А, да, да, окрепь. Сменить заранее. Тут один козел пострелять решил. Заглужил. Ни хрена себе. Ясно. Прикрой меня, Вита. Да, дрожись от страха, а? Описание. Рост футов шеи. Среднее сложение. Ясно. Тихо, тихо, тихо. Поехали-ка отсюда. Давай, садись уже. Я знаю. Да, дело сделано, нормально. Не волнуйся, дела идут в гору, так что скоро заработаешь на новый. Ага, очень надеюсь. Заработаю на новый дом? Ну, давайте, поехали. Поехали. То есть, вариант получше. Вот, держи ключи. Это квартира Марти. Его мама как раз просила ее продать. Так что поживи там пока что. Спасибо. Даже так? Вариант. Не благодари, приятель. Староват ты уже для моей такты. Потом я только что ее купил. Раздолбаешь и еще. А ты Марти на острове. Жесть, конечно. Что, полегчало? Не очень. Мы прописали им по полу, и все равно мало. Эй, то, что сгорело, всего лишь шматье Вита. Просто шматье. Это было мое шматье, Джон. Как думаешь, зачем я вообще во все это влез? Как же покупать шматье, костюмы, тачки, тёлки, тёлки? Ни хрена себе я кулырок сделал. Первый раз, кстати, такой. Да, да, я понимаю. Не дрейф, что-нибудь придумал. Да, уж не дрейф. У тебя-то долбанный стакан всегда наполовину пола. Ну что, давай, давай, сваливаем отсюда. Так, отлично. Теперь нам нужно поменять машину. Ух, менты. Блин, это менты. Это менты. Ах, 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 вот это фейл. Я ментов тормознул, ребята. Ааа, жесть, всё, трупан. Ааа, потрачено. Догнать его. Нам явно предлагалось догнать, а я его прям чпокнул нахрен на месте. О, ты там в машине ещё есть? Держи, их, они смываются. Ладно, вперёд, садись за руль. Поехали, поехали, поехали. Тут один козёл подшипит. Понял. Ни хрена себе. Ни хрена себе, мун дерзкий. Давай, 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 поехали. Что ж ты стреляешь куда-то непонятно куда? Ну давай. Всё, деньги забрал прям из машины. Ааа, вот теперь бежим, теперь бежим. Так что я посплю на твоей тахте. Ааа, ты ж кренов. Чё ты творишь? Так что поживи там пока что. Спасибо, вариант. Сломал машину мне, гад. Благодари, приятель, староват ты уже для моей тахты. И потом я только что её купил. Раздолбаешь ещё. Хаты Мартина островы. Ну спасибо. Так что, получало? Чё за фигня вообще такое выскочил? Машину нам оставил. Мы всё равно мало. Мы пересели и болтаем дальше. Что сгорело всего лишь шматьё, Вита? Просто шматьё. Это было моё шматьё, Джон. Жесть. Ты думаешь, зачем я вообще во всё это влез? Просто чтобы покупать шматьё, костюмы, тачки, тёлок, дома. Грязь без штанов и бабло тоже всё было в доме. Я пообещал себе, что больше не буду бедным. Не буду перебиваться, как отец. Да-да, я понимаю. Не три, что-нибудь придумаю. Ох, какая у него высокая цель оказывается у нашего главного героя. С ногам всегда наполовину пола. Ты нас всех решил убрать? Господи, да расслабься ты. Пересаживаемся. Былась нахрен. Пощади, пощади. Опа-на, видал, 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 как я классно сделаю ему. Прям головой. Ну ты сядешь, нет. А, он уже сел. Извините. Да-а-а, чё-то, кажется, по-моему, это самая хреновая тачка, которую я вообще тут находил в игре. Зато теперь меня вообще никто не знает, кто я такой. Что от меня ждать? Нормально? Пересел, да? Видимо, да. Опять какой-то трешняк пошёл. Почему-то. Я не знаю, почему. Меня все аварии притягивают в городе. Видимо, потому что я без правила езжу. Так. Скорость превышаю и прочее-прочее дело. Дела делаю злые. Вот сейчас, прикиньте, менты вообще не среагировали на меня. Попробую я такое провернуть. Ага. Ты нас всех решил угробить? Господи, да расслабься ты. Вот это вообще дикость. Так, ладно. До встречи. Увидимся, старина. Держись. Жесть, высадил его. Блин, вообще как же... Всё, я даже не знаю, как это назвать. Полная катастрофа. Что же здесь происходит? Дайте... Ну, ты ещё вышел, да? Ну-ка, давай свалился туман. Я еду домой. Тем более, не к себе ещё. Так, 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 так. Сейчас здесь хитрый такой маневр. Хитрый маневр прямо в дерево. На! Хитрее не придумаешь, честно. Так, закусочная. Мужик, ты в рубашке родился. между мной и машиной, как-то там просочился. Давай, Витя! Ты близик, ты близик! Ты близик к своей цели, по прямой сейчас, по прямой, и все. Ой! Странно, мне даже лубом не тюкнулся об руль. Блин, музыка прикольная такая. Так, полиция. Блин, чуть вообще не въехал. Все, уже ангелы залетали вокруг головы. Где он живет, а? Я куда-то еду, 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 еду. Так. О, да, наконец-то, гараж. Он в гараже живет. Фух, прибыли. Так, ну, видимо, где-то здесь вход в подворотне. Возможно, даже вот отсюда. Я прям как... Ну, и дыра же. Были б деньги на гостиницу. Не, ну ты денег-то подрезал-то уже нормально. Да, жил. Ну, ни хрена себе дыра. Вот, попробуй среднему москвичу сказать, что ты будешь в такой квартире жить. Да он бы, наверное, порадовался. Ну, ремонтик только вложиться надо, так комната просторная, большая. ухонька тут же. Ну, холодильник дрижит. О, пиво столько и есть. А че еще надо? Ладно, давайте ложимся спать. Вот же мерзость. Глава 12. Дары моря. Квартира Мерти. Ну-ка. Какие-то проблемы с полицией. Но Эдди все утряс. Страховки на дом у меня не было, так что пришлось пока жить в этой дыре, пока не встану на ноги. Но мне хоть удалось спасти Лео. Он исчез без следа. Вряд ли даже Фрэнк Винчи знал, где он теперь. И хотя Генри не смог выполнить заказ, Эдди все равно взял его к нам, когда узнал, что Лео скрылся из города. У нас с Джо появился новый напарник. Отлично. Снимите трубку. Ну что ж, это у нас такая, знаете, приятная мелочь, когда мы заканчиваем все время с вами с бренчащим телефоном на фоне. А в этот раз то же самое будет. Ну что ж сказать, серия была, конечно, немного дурная. По 53 раза поперепробовали все. Но зато вы поняли, что это боль была у меня. Это реально была боль. И откуда эта боль взялась, вы тоже теперь понимаете. Всем спасибо за внимание. С вами был Виктор, канал Витек Плей. Не забывайте ставить лайки. Я их очень сильно приветствую и боготворю, можно сказать. А их хозяев этих лайков просто обнимая, можно сказать. Если это девушка, конечно же. Ну, если это мальчик, то просто жму руку. Подписывайтесь на канал. Жмите кнопочку поделиться. Собственно, с хозяевами поделишек делают то же самое, что и с хозяевами лайков. Но остается нам только с вами сказать. Читайте описание. Там есть ссылка на плейлист. Спасибо за внимание. Пока-пока. До следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok